Здравствуйте, дорогие друзья! С удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Значит, интересно, а верующие люди что думают о свободе? Они сами что чувствуют? Свободны ли они? Они чувствуют себя свободными, да. И вот любят очень цитировать такое место в Библии. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но, конечно, на самом деле эти люди ведут регламентированный образ жизни. Самостоятельно они не мыслят и за них думают. То есть, людям внушили, что они свободны, и они в это поверили. Вот верующие, здесь же все сказано одним словом, верующий. То есть, верующий – это человек, принимающий все на веру. И значит, что таким человеком легко манипулировать. Почему государство так любит религию и с ней в таком симбиозе, тандеме всегда? Да, потому что государству нужны люди, которые не мыслят критически, которые не могут оперировать фактами, которые не самостоятельны. Люди не представляют себе глубину своего заблуждения, своих предрассудков, заблуждений, невежества, глупости. Вот я наблюдаю за людьми, что вот я вижу, что чаще всего просто бросается в глаза. Первое – это ложь, люди лгут. И второе – это жестокость. Люди очень жестокие. Вот жестокость и обман. Но этим отличаются животные. Это в животном мире жестокость и обман. Поэтому человек не хочет быть человеком, потому что не понимает, что такое человеком быть. Никто не объяснил. И это невозможно объяснить. Это нужен уровень развития. Это нужен высокий уровень разумности. А он низкий. Поэтому говорят о свободе. Конечно, все, кому не лень. Но каждый ее понимает по-своему. Свобода ведь понятие – это абстрактное. Поэтому люди одебилены. Одебилены, оглуплены. И это начинается с семьи, со школы начинается. В школе-то учат тому, что людям для жизни и не нужно. А вот то, что нужно, этому в школе не учат. Вот я учусь всю жизнь свою. И продолжаю сейчас учиться. И те знания, которые я приобретаю, вот я считаю, что этому надо учить в школе. Но этому в школе не учат. Учат. А почему? Потому что цель школьного образования – это формирование невротиков и марионеток. Поэтому кто делает, кому легко делать из людей невротиков и марионеток людям глупым и авторитарным. Вот так. То есть глупость и авторитаризм в основе школьного образования. Вы представляете весь этот ужас? Вы не представляете. Меня даже многие не понимают, то, что я говорю. Но это не важно. Кто понимает, тот понимает. Это ведь проблема понимания свобода. То же самое. И очень много книг на эту тему написано, конечно. Но кто же читает серьезные книги? Их надо читать. Серьезную литературу. Люди думают, что они богаты, имея в собственности двухкомнатную хрущевку. Люди ничего не знают о деньгах. О больших деньгах. И многого-многого не знают. И не подозревают, как можно жить. И как люди живут богатые. Вот сегодня я общался. Сегодня у меня было каждый день у меня консультации. Вот сегодня были на тему тоже обид. Генетические жертвы и психология бедности. Один человек с психологией бедности. Вот прям все четко. То, что я читаю в книгах, о чем я говорю, вот типичное бедное мышление. Так что надо читать серьезные книги, нужно выходить из зоны комфорта. Вот, и сегодня мы еще говорили на тему обид. Вот профессиональные жертвы есть. Есть генетические жертвы. Вот они всегда обижаются. Вот человек постоянно обижается на других. Постоянно обиды носит в себе. И копит их. И ищет, на что бы обидеться. И выискивает подвох везде. С одной стороны, выискивать подвох и какую-то негативную сторону, это нормально. Надо видеть картину целиком. И со всех сторон ее надо видеть. Потому что мы не живем среди кристально честных людей, благородных, любящих, просветленных, добрых, интеллектуально развитых и так далее. Поэтому очень много хитрецов, подлецов, бандитов, завистников, ненадежных людей, людей, лжецов, которые хотят обмануть и сделать так, чтобы они выиграли, а вы проиграли. Очень много манипуляторов, нарциссов и так далее. Поэтому, конечно, надо видеть эти все стороны. А с другой стороны, ну, хорошие-то тоже есть. А хорошего они не замечают и не принимают. Вот. И выискивают поводы для обиды все время. Так вот, я говорю, что никогда не обижайтесь. Никогда не обижайтесь. Обида выдает вас жертву. Поэтому нельзя никогда ни при каких обстоятельствах чувствовать себя жертвой. Самое главное – не быть жертвой. Вопрос номер один. Вот. Поэтому, ну, что мы знаем о свободе? Ничего. Ничего. А вот познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ну, верующий человек поймет это как свобода, которую даровали, даровало ему учение. Какой-то конфессии, секты, да. Религиозной организации. Вот. Он подумает, вот теперь я свободен. Хотя свободу нельзя даровать. Свобода, она есть у вас. Вы свободны. Вы уже свободны. Но вы же этого не знаете, не чувствуете, да. Потому что опутаны всякими ложными убеждениями, идеологиями, концепциями, мыслями, в конце концов. Мысли наши нас делают несчастными и заставляют страдать. Вот. Так что, а для человека свобода мыслящего, да, критически мыслящего, истина, истина. Это тоже, это тоже, вот эта фраза тоже близка для такого человека. Почему? Потому что истина, человек философствующий, познает истину. Правильно? И для того, чтобы познать истину, для этого надо быть очень честным человеком. Очень честным с самим собой не обманываться. И сомневаться во всем. Вот как Декарт говорил, да, что несомненно для него было только его сомнение. Вот, поэтому во всем сомневаться, все подрегать, верификации, проверки на истинность. Вот. И иметь дело с фактами, а не с мыслями об этих фактах. Желательно иметь дело с фактами. Да, это необходимо. Так что, свобода для дурака, это одна свобода. Свобода для умного, это другая свобода. Свобода для бедного, одна. Свобода для богатого, другая. И так далее. Всегда есть разные градации, разные уровни свободы, разные степени свободы. И вот для кого какая. Дальше. Следующий вопрос был очень хороший. Сейчас очень модно говорить о просветленных, пробужденных людях. Самое важное, это все проверять на своем опыте. Опять же. Невозможно проверить. Потому что мы склонны к самообману. Мы склонны... Ведь, опять же, у нас есть наше восприятие. Наше восприятие. И... Какое оно? Просветленное, не просветленное? Невозможно это проверить. Невозможно ничего сказать о другом человеке. Вы можете говорить только о самом себе. Так вот. Так что, другой человек, это зеркало. Поэтому лучше вообще о них не говорить. Мне очень понравился ответ Джиду Кришнамутия, когда он перед аудиторией выступал широкой в зале. И из зала его спросил человек, но вы, наверное, считаете себя великим человеком. Он вздрогнул вот этих слов великий человек. Он сказал, нет, я не считаю себя ни великим, ни малым. Ни большим, ни маленьким человеком. И я так не думаю в таких категориях. Да. И его спросили, а кем вы считаете Будду? Он сказал, что Будда это просто вот религиозный учитель был в Древней Индии. Что вы о нем думаете? И Кришнамуртия ответил, а я о нем вообще не думаю. Там, где есть любовь, там нет мыслей. Прекрасный ответ. Мениально. Так что нет мыслей, там есть любовь. Его формула преодоления насилия. Отказ от мыслей. То есть не осуждать и не оправдывать. Потому что для осуждения мы выискиваем аргументы. Опять это работа мысли. Для оправдания тоже выискиваем аргументы. Опять мысли наши. Которые и приводят нас к страданию. К воинам. К насилию. Мы же находим оправдание насилию. И осуждаем насилие. Если мы что-то осудили, значит что? Потребовали наказание. Если мы что-то оправдали, значит мы согласились с этим. Значит мы часть этого. Смотрите, очень глубокие вещи. Но кто об этом думает? Кто? Вот. Поэтому мне очень понравился ответ Джиду Кришнамурти. И я о нем не думаю. Так что не думайте о просветленных и пробужденных людях. Думайте о себе. Лучше всего живите своей жизнью. Найдите себя. И избавьтесь от всех мыслей. Просто будьте. Просто любите. Ну это легко сказать. Просто любите. Осуществите это слово. Какой путь надо проделать. И прийти к тому, чтобы управлять своими мыслями. И чувствами. Так что я не знаю просветленных и пробужденных людей. И те, кто метит на роль таких людей. Ну это не просветленные и не пробужденные. У меня были такие моменты. Мне казалось, что я человек просветленный. Но все-таки я потом пришел к тому, что это состояние трудно удержать. И даже не нужно его удерживать. Мы здесь для того, чтобы учиться и меняться. А не для того, чтобы быть просветленными. Мне больше нравится идея о том, что наша жизнь, она лучший наш учитель. И мы, в общем-то, такие, какие мы есть, и нам все во благо. Вот может быть это считать просветлением. А пробуждением можно считать то, что, например, я отрицаю эту систему нашу, эту матрицу. Эту систему власти и подчинения. Я прекрасно понимаю, как все устроено. Как нами манипулируют. Что политики это тоже марионетки. Они играют роли. И все играют роли. Может быть, и роли социальные, роли психологические. Вот транзактный анализ описывает их очень хорошо. Роли жертв. Роли преследователей. Роли спасателей. Может быть, понимание этого всего характеризует меня, как человека пробужденного. Но я вижу действительно проблему у людей. Вижу. И я вижу, вот особенно люди с алкогольной зависимостью, например, у них стоят очень мощные психологические защиты. Я вижу это все. Я вижу. У меня есть видение того, кем является человек. Какие у него проблемы. Я все могу о нем рассказать ему. Конечно. Если он захочет это услышать. Люди же не хотят слышать о себе правду. Знать ее. Ну вот. А что может быть это? И еще один комментарий. Каждый человек свободен изначально и навсегда. Абсолютно точно. Это единственное, что у человека нельзя отнять. Согласен. Ни у кого в этом мире не отнимали свободу. Каждый, кто ее потерял, отдал ее добровольно. Согласен. Согласен. Мы добровольные рабы. Это общество добровольных рабов. Мы добровольно бедные люди. Мы добровольно несчастные. Добровольно жертвы. Поэтому люди живут так, как они хотят. И расплачиваются за это сами. Почему люди хотят быть рабами? Вопрос. Но тоже есть ответ на этот вопрос. Потому что удобно. Потому что за них все решают. За них думают. Потому что думать очень трудно. Очень трудно думать. И есть сценарий такой родительский. Не думай. И многие так и живут. Они не думают. Мыслить это трудно. Трудно мыслить. Для этого надо поставить цель такую. Развить интеллекцию. И быть честным. Почему, допустим, сейчас кто мне на ум пришел? Лев Толстой, например. Или Александр Зиновьев, философ и социолог. Вот честные люди были. И честно о себе говорили. Но по-другому никак не бывает. Если человек не честный, он не мыслящий. Он не интеллектуал. Потому что если человек начинает обманываться и обманывать других, то он уйдет вот с этого пути поиска истины. Если человек ищет истину, он будет честным. Прежде всего самим собой. Так что у нас, поэтому у нас и истину, да, мы познаем. И тогда мы становимся свободными. Но ведь люди же не живут в реальности. Люди не живут. Люди живут в вымышленном мире своем. В мире абстрактном. В мире идеологиям разных. В мире иллюзий. В мире новостей. Которые не новости уже давно. Людьми проманипулировали. Создали им ложную систему ценностей. Вот в этом люди живут. Но не в реальности никак. Мало кто живет в реальности. И оперирует фактами. А в реальности все хорошо. Я просто поражаюсь. Вот сегодня женщина с таким напором говорила мне про то, что надо работать на пенсию. Надо думать. Как цены. Вот. Надо думать о старости. О том, чтобы заработать на старость свою. И для этого надо пахать много. Вот. Истерика в голосе была. Что вот в следующем году цены вырастут. Все поднимется в два-три раза. Как жить? Вот так. Так люди живут. Запуганные. Она не живет в реальности. Она запугана. Затюкана. Замордована жизнью. Властью. Еще кем-то, наверное. Родственниками своими. Вот. Пожалуйста. Пример просто. И так живут очень многие. Невротики. Потому что невротики. Вот. Школа делает свое дело. И невротики. Невротиков очень много. И марионеток, естественно, тоже. Одно без другого не бывает. Если невротик, то и марионетка. Вот. Поэтому. Правильно. Давайте станем свободными. Но для этого нужны знания. Вот. Вся древняя мудрость сводится, по сути, к тому, что необходимо преодолевать невежество. Незнание. И вот в индийской философии это авидья. Очень часто встречается это понятие. Авидья. Незнание. Давайте преодолеем его. И увидим мир, как изобилие. Мир прекрасен. Мир наполнен всем, что нам нужно. Мир наполнен любовью, счастьем, радостью. Давайте прикоснемся к этому. Мир. К миру любви. Он есть. И вот так же от Жиду Кришнамурти и многие-многие другие люди. Которые смогли выйти из этой матрицы. Бертран Рассел. Например. Вот он оставил такое духовное послание будущим поколениям. И призвал нас быть что толерантными и опираться на факты, оперировать фактами. Вот. Прекрасно. Толерантными, потому что много культур, много людей разных, много взглядов. И очень большое разнообразие человеческое. Поэтому надо пытаться понять людей разных культур. И опираться на факты, а не на вымыслы свои. Вот это и есть свобода. Когда мы принимаем себя и других. И когда мы живем в реальности. А в реальности все хорошо. Хорошо.